всем привет с вами Таня Птерис в этом видео я покажу как автоматически создать дизайн из растрового изображения в программе imbeard studio открываем нашу программу imbeard studio и наша волшебная кнопочка находится вот в этом месте вот она как раз выглядит как волшебная палочка для того чтобы нам работать нам понадобится сначала загрузить изображение загружаем изображение у меня вот подготовлены смешные единорожки программа спрашивает масштабировать ли изображение под выбранные пальцы производители по не рекомендует масштабировать они предлагают оставить то изображение без изменений то есть нажимаем но и дается такая информация если вам нужен будет другой размер вашего дизайна чем загруженное изображение вам нужно будет уже увеличивать либо уменьшать сами векторные объекты итак вот оно наше изображение и наш инструмент этот инструмент с маленькой черной стрелочкой чтобы открыть то что находится под стрелочкой нужно либо зажать левую кнопку мыши и не отпускать ну несколько секунд открывается окошко с выбором инструментом либо правой кнопкой мыши нажать на этом инструменте и здесь у нас есть несколько вариантов это схема это колонка это заполненный объект это объект с фумата и это вырезание замечу что объект вырезания будет активен только когда у нас уже создан какой-то заполненный объект либо объект с фумата итак давайте еще раз выберем наш инструмент выберем инструмент заполненный объект заполнение и я покажу какие есть настройки и как им пользоваться и так у нас сразу появляется вот здесь окошко настроек нашего инструмента вот мы видим наш активный инструмент волшебная палочка наш выбранный способ заполнения то есть заполненный объект и цвет если мы оставляем галочку авто выбор цвета то программа выберет тот цвет который у нас на изображение либо мы можем отжать эту галочку и выбрать нужный нам цвет вручную я оставлю авто выбор цвета как пользоваться этим инструментом у нас курсор видите приобретает вот такой вид крестик и заполненная область для для того чтобы выбрать какую-либо область на изображение под авто оцифровку достаточно кликнуть на выбранной области один раз мышкой и программа у нас выделяет наш объект вот у меня все что было белое у меня она начала такими точечками это называется заполнение бегущие муравьи в разных графических программах вот такими точечками она начинает бегать отмечу меня здесь выбрана область новая область мы можем добавить добавить подобный вычесть и пересечение областей если нам вот это выделение не понравилось ну вот по каким-то причинам случайно получилось можно нажать комбинацию клавиш control z и мы возвращаемся на один шаг назад либо комбинация клавиш control y и у нас снова возвращается заполнение то есть отменить и восстановить действие если мы вверху нажмем отменить мы выйдем из нашего инструмента если нажмем применить мы выйдем из нашего инструмента и у нас создаться создастся векторный объект без стежков если мы нажимаем генерировать стежки то у нас создается векторный объект со стежками ну давайте посмотрим что у нас получится если мы нажмем генерировать стежки так вот он наш объект наши стежки давайте посмотрим на 3d я поменяю цвет пялец чтобы было лучше видно вот он мой объект как вы видите у меня объект как и был выделен он с открытиями которые здесь были списке частей объекта вот появились еще и открытия давайте вернемся на нормальный просмотр я это удалю и дальше покажу на этом же примере как еще можно создать объект точно также выбираем заполнение и смотрим здесь есть опция проигнорировать открытие если мы здесь поставим галочку и выделим наш объект генерировать стежки то у нас объект создастся без открытий так удаляем и давайте еще покажу другие настройки так настройка сложно это настройка допуска по цвету то есть у нас картинка выглядит вот так но если мы приблизимся так как это растровая картинка мы увидим цветные квадратики пиксели то есть то из чего создать состоит наше растровое изображение она состоит из пикселей если мы поставим значение сто процентов и выделяем наш объект я вот выделю допустим голубой наш допуск позволяет выделить вообще все цвета на этом объекте то есть у нас выделяется вся картинка отменим и поменяем наше значение на единичку здесь мы можем приблизиться и тут мы можем выделить прямо один пиксель если выберем добавить то мы можем тут выделять прямо по одному пикселю вот здесь цвет был один у пикселей вот вы видите все выделилось один цвет здесь цвет немножко различается и вот прям по одному пикселю можно выделять то здесь мы определяем точность нашего выделения если нам нужны какие-то мелкие тонкие детальки то мы вот выбираем вот этот вот параметр сложно и регулируем наше выделение я вернусь в исходное значение отменю выделение так как она мне в таком варианте не нужно снова выбираю инструмент и покажу позицию вот эту просто и работу с выделить с созданием объектом по кривой и по прямой и так параметр просто регулируется ползунком и регулирует количество узловых точек которые будут создаваться в объекте то есть ту форму как будет какая будет выглядеть ту форму которую примет наш объект вот выберем значение 15 выделим наш объект ну давайте желтенький на выделении мы этого не видим процессе выделения мы это не видим эту видим когда создадим объект и вот у нас объект создался и как вы видите здесь очень небольшое количество узловых точек при этом наш объект выглядит ну достаточно резко вот посмотрите давайте теперь сделаем то же самое и изменим наше значение на единичку так здесь мы можем перед переключаться между нашими режимами просмотра 3d нормальное изображение так выделяем наш объект ну давайте рядом выделим объект тоже по самому выделению мы ничего не видим нажимаем генерировать стежки и сейчас если мы посмотрим на наш объект вот векторах и в режиме редактирования то увидим что количество узловых точек здесь намного больше и объект в лучшей степени повторяет форму того изображения которое у нас было так давайте снова на вкладку нормальный снова выберем объект и если мы установим значение даже по умолчанию как она была выберем вариант ввода по прямой кликаем по нашему объекту генерировать стежки то вы видите наш объект стал вот таким вот ломаным вот наш объект создается из угловых точек так давайте следующий параметр рассмотрим следующий параметр это у нас перекрытие оверлей она измеряется в мире в миллиметрах то есть это расширение наши выделенные области если мы выберем но значительное значение кликаем по объекту тут мы тоже ничего не видим то есть вот выделение как она и есть здесь мы разницы не увидим когда мы генерируем стежки мы видим что наш объект становится на 2 миллиметра больше чем выделенная область так удаляем и снова вернемся к нашему инструменту и так инструментом можно создавать схему колонку и заполнение из формата давайте посмотреть покажу как работать с колонкой здесь я все-таки включу по дуге чуть чуть уменьшу вот это значение чтобы было чуть больше чуть больше чуть больше узловых точек и создам объекты григо выделять можно сразу несколько цветов то есть вот эти объекты я хочу сделать я хочу сделать колонкой ну и копытца пусть будут колонкой здесь оверлей я поменяю на 0 5 не 0 а 0 5 будет и нажимаю генерировать стежки и вот что у меня получилось сразу несколько объектов созданы все это колонка но это колонка созданная инструментом авто колонка это не колонка созданная колонкой не вот этот инструмент но все же выглядит очень даже неплохо так давайте создадим остальные объекты пусть это будет заполнение вот что у меня получилось ну и теперь можно создать так нужно создать рог тоже пусть будет колонка и давайте создадим глазки щечку тоже колонка пусть будет выбираю колонку так здесь я немножко уменьшу вот этот показатель цветового выбора чтобы у меня выделилась только щечка ушко глазик так смотрим вот что получилось ну и теперь остался контур выбираем контур здесь у нас чуть больше получается параметров здесь появляется минимальная длина стежка максимальная длина стежка и максимальная ширина объекта который будет выделяться под создание нашего контура также внизу появляется окошко где мы можем выбрать варианты из мотивов либо пользовательские мотивы если загружены либо либо просто строчку либо тройной стежок либо red work здесь у нас чуть больше чуть больше чуть больше вариантов и сейчас я кликаю области с контуром так ну и можно генерировать стежки давайте посмотрим вот обстрочка вокруг моих объектов также создалась сейчас я покажу как пользоваться инструментом вырезка точно так же выбираем объект вернее не так вернее нам нужно для начала выделить тот объект на котором будет вырезка то есть вот это вот вот это тельце так выбираем выбираем инструмент так не хочет последним его надо сделать списке объектов перенести его в самый низ так выделю свой объект вот вырезание появилось активное и мы можем выделить наши объекты которые нам создают рельеф и генерировать стежки так объекты создались белого цвета того же цвета давайте я их перекрашу вот фиолетовый чтобы было лучше видно эти объекты получаются просто как объекты строчка они не получаются линиями карвинга линиями пользовательской разбивки то есть это просто будут отдельные объекты строчки так можно наш объект перенести списке объектов на нужное место ну в принципе объекты все созданы и к сожалению вот это все пока вышивать нельзя так я применила ветвление всем объектам контура к сожалению это вышивать еще нельзя объекты нужно упорядочить по цветам нужно расставить точки начала конца возможно где-то поменять заливку угол наклона стежков или вариант заполнения то есть тут уже на ваше усмотрение итак в этом видео я показала как делать автоцифровку из растрового изображения в программе имбирд студио ну а если вы хотите научиться делать действительно качественные дизайны которые вышиваются гармонично и легко и которые действительно хочется вышивать добро пожаловать ко мне на курсы не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки все пока пока